Если ваша орхидея осталась полностью без листьев и только одни корни, тогда попробуйте ее размножить моим простым способом. Посмотрите, у меня получилось, а значит и у вас. Этот пенек орхидеи Эквестрис Крас абсолютно не внушал никакой надежды. Посмотрите, он практически полностью давным-давно потерял все листья. Что касается корневой системы, то же самое, практически один единственный действующий корень на весь горшок. И тем не менее у меня получилось, этот пенечек выдал, выпустил новую долгожданную детку орхидеи. Размножение орхидеи случилось. Итак, я вам расскажу сегодня поподробнее и покажу, какие препараты мне помогли добиться такого потрясающего результата простым способом размножения орхидеи в домашних условиях. Сегодня речь пойдет о витаминах группы В. Это фолиевая кислота, витамин В9 и никотиновая кислота, витамин группы тоже В. Поскольку у этой орхидеи абсолютно нет листовых пластин листовой массы, именно поэтому, казалось бы, логически обработка должна быть исключительно под корень. Но в моем случае я пошла другим путем. Я проводила опрыскивание. И поскольку это витамин группы В, который разрушим при солнечной активности, вам необходимо обязательно проследить и проконтролировать то, чтобы обработка происходила в защищенном от попадания прямого солнечного света месте. Например, лучше всего, идеальнее всего для этого подходят параметры ванной комнаты. Например, если это дневное время или в пасмурную погоду, тоже в принципе можно провести обработку на ночь, например, если проводить опрыскивание. Именно этим я и занималась, то есть старалась орошать этот пенек орхидеи сверху. И как раз таки равномерно увлажнялся верхний слой кокосовых чипсов, пеностекла, пенопласта. Немножко частично здесь есть керамзит. И одновременно корни очень равномерно и в меру увлажнялись снизу горшка, что не давало именно им переувлажниться. А значит, они у меня не сгнивали. Это очень важно, потому что процесс испарения воды и высыхания, когда нет дополнительного источника вегетативной части, очень сильно важен для размножения, для успешного результата появления новых деток. Кто бы мог подумать, я практически не ставила никаких ставок на этот пенек орхидеи, потому что в отличие от других пеньков орхидеи, которые я вам показывала, и они точно так же прошли этот путь размножения и повыдавали одно, а то уже некоторые и по второму кругу деток, об этом чуточку позже, то посмотрите, конкретно этот пенек Эквестерс Грасс абсолютно никак не внушал у меня надежду на то, что возможно получится. И даже в последнее время я подумывала избавиться от этого пенька, несмотря на что часть корней еще действующая. Далее о успешном результате, конечно же, еще могут свидетельствовать корневая система орхидеи, корни. Они должны обязательно у вас оставаться возле пенька. Если пенек остался без листьев и без корней, сухой остаток практически у такого экземпляра коллекции, наверное, нет шансов. Что касается агротехники полива методом опрыскивания, на ночь в пасмурную погоду или днем в ванной комнате, я уже сказала про дозировку. Одна таблетка никотиновой кислоты. Учитывая такую периодичность обработок, как не чаще, чем один раз в неделю, такого тюбика в 50 таблеток никотиновой кислоты вам хватит на большое количество подобных пенечков и практически на целый год напролет. Также, что касается концентрации действующего вещества никотиновой кислоты в одной таблетке, это ровно 50 мг. Если у вас никотиновая кислота в ампулах, то попробуйте развести ровно одну ампулу на плюс-минус 1-2 литра воды. Далее, что касается фолиевой кислоты, витамина группы В, В9. То же самое в упаковке аж 50 штук. Хватит вам точно так же на целый год. Что касается концентрации фолиевой кислоты, то в одной таблетке 1 мг фолиевой кислоты ровно возьмите, растворите одну таблетку в литре воды. Поначалу действительно кажется все невозможным. Но реальность такова, что если хотя бы начать попробовать опрыскивать свои орхидеи этими препаратами, витаминами группы В, то и фолиевая кислота, которую я для себя именую и позиционирую как вообще витамин жизни, она участвует активным образом в образовании клеток. Именно поэтому я решила использовать как раз-таки только фолиевую кислоту для того, чтобы добиться риска, поднять шанс на размножение у этой орхидеи. Потому что как раз-таки образование клеток детки от орхидеи то, что мне было нужно. И как раз-таки я соединила, решила попробовать с другим витамином группы В, никотиновой кислотой, которая абсолютно волшебным образом влияет на зарождение как раз-таки хлорофила, она очень хорошо поднимает обменные процессы в листовых пластинах. То есть как раз-таки больше внимания уделяет вегетативной части. То есть это то, что мне подходило как раз-таки для того, чтобы добиться не цветоноса, а именно детки. Плюс как раз-таки летние условия, наверное, самые благополучные, благоприятные, я бы сказала, для того, чтобы у вас появился именно долгожданный кейк, как у меня. Конечно, хочу еще показать вам корни внутри, потому что это не самый такой очевидный экземпляр коллекции, где детка появляется сама по себе, где можно было без добавления каких-то препаратов добиться такого результата. Ведь корни действительно частично уже пропали. Обратите внимание на эти корни, которые ближе к верху, уже абсолютно являются непригодными для этой орхидеи. Именно поэтому я абсолютно не зря и осознанно заявила о том, что я хотела даже избавиться, вы можете себе представить, от этого пенька, потому что я практически уже не верила в его рабочую схему, то есть особенно с использованием витаминов группы В. Кстати, мне понадобилось практически, наверное, около нескольких недель, где-то, ну, может, месяц максимум для того, чтобы результаты уже были заметными. Я не сразу заметила это образование детки орхидеи, появление на пеньке, но тем не менее, когда я это увидела, я сразу же вам решила заснять, потому что мой план сработал, вот, а именно поэтому я имею полное право поделиться им с вами и посоветовать использовать витамины группы жизни, фолиевую кислоту, витамин жизни для образования клеток и совместить с витамином никотиновой кислотой, которая хорошо как раз таки влияет на зарождение вот листовой массы, на обменные процессы, хорошо повышает образование хлорофила, улучшение качества и процента усваиваемости других удобрений. И даже корни, если частично такие вот есть подгнившие или есть пропавшие внутри горшка, все равно вы видите, что шанс на удачный результат присутствует, остается. Также дополнительно издалека вам показываю, что есть корни орхидеи, которые сверху точно так же, такого состояния абсолютно уже негодного. Именно поэтому у меня практически не было никаких даже мыслей о том, что у меня получится, но витамины себя показали. Поэтому еще раз повторю, обязательно попробуйте и фолиевую кислоту, и никотиновую кислоту. Если у вас жесткая водопроводная вода, то попробуйте ее подкисливать. Добавляйте лимонную кислоту, 2 грамма на литр воды. Это улучшит ее качество, это сделает ее более мягче. Такая отстоянная подкисленная вода тоже хорошо работает с этими витаминами. Я тоже так пробовала. Опрыскивайте их в ванной комнате днем, опрыскивайте их на ночь или в пасмурную погоду, в вечернее время. И тогда вы тоже сможете получить, насколько позитивный отзыв о препарате фолиевой кислоты и никотиновой кислоты, как в полив орхидеи, методом агротехники опрыскиваний, для получения вот таких вот результатов. Пенек орхидеи наконец-то справился со своей поставленной задачей и размножение получилось удачным. Будем обязательно следить за всем развитием этой детки орхидеи, а также обязательно подписывайтесь на меня, ставьте лайк этому видео, чтобы не пропустить продолжение, а также первыми узнать, быть первыми в числе тех, кто узнает, как мне еще удалось разбудить один пенек орхидеи и получить уже по счету вторую детку на орхидеи. Не пропустите! И, конечно, оставляйте свой комментарий.